МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мире 7 миллиардов человек. Каждый второй страдает от избыточного веса. Каждый девятый болен тяжелой формой ожирения. Ученые бьют тревогу. Человечество толстеет пугающими темпами. Еще 30 лет назад тучных людей было вдвое меньше. Наука доказала, лишний вес – одна из главных причин смертельных заболеваний. Человек, который придумает действенное лекарство от роста жировой клетки, в ту же минуту станет миллионером. КОНЕЦ Бодибилдер Акмал Кадри готовится к соревнованиям. У спортсмена две недели, чтобы привести себя в форму. Под руководством спортивного врача Акмал намерен избавиться от нескольких килограммов жира, при этом сохранив мышечную массу. Мне нужно срушить нас через две недели после 10-12 килограммов. Тогда мы должны максимальное количество жира потерять, которое возможно. Извини, две недели можешь потерпеть. Попробуй. Я готов. Отлично. На языке бодибилдера в период подготовки к соревнованиям называется сушка. В эти несколько недель спортсмен придерживается специального низкоуглеводного питания и усердно тренируется. Перед началом программы необходимые измерения. С помощью специального инструмента калипера врач делает замеры толщины кожной складки в зонах максимального скопления жировой ткани. Меряем толщину подкожно-жирового слоя в нескольких точках. Знаете цифры, мы рассчитаем с тобой процент жировой клетчатки. У обычного худощавого человека запас подкожного жира составляет 15%. Цель Акмала добиться 5-6%. Меньше опасно для здоровья. Впереди всего две недели. Спортсмен настраивается на тяжелую и изнурительную работу. Борьбу с жировой клеткой. Ну что, ты готов? Идем в зал на тренировку вперед. Человек – единственное млекопитающее, которое рождается с жировыми отложениями. Они начинают появляться на 30-й неделе внутриутробного развития. Появление жира в организме предусмотрено природой. Он защищает и поддерживает органы, спасает тело от холода. Строение жировой клетки можно рассмотреть под микроскопом. По сути, это капелька жира, заключенная в клеточную мембрану. В совокупности жировые клетки в теле человека напоминают улей. В обычном микроскопическом изображении жировая ткань имеет вид ячеистой такой ткани, в виде ячеек, заполненных пустотами. У человека в среднем 30 миллиардов жировых клеток. Они бывают белыми и бурыми. Белые клетки просто запасают жир. А бурые – напичканы митохондриями, которые продуцируют энергию, то есть расходуют калории. У взрослых их гораздо меньше, чем у детей. Вот почему с возрастом похудеть сложнее. Ученые полагают, если бы у человека были только бурые жировые клетки, люди не страдали бы от проблем, связанных с лишним весом. У эмбрионов, у всех, количество жировых клеток их называют адипоцитами. Количество адипоцитов одинаковое. А затем начинает расти эмбрион, и вместе с ним растут все клетки, в том числе и адипоциты. В жизни человека существует три критических периода, когда количество жировых клеток, адипоцитов, резко увеличивается. Это последний триместр внутриутробного развития, первые 6-12 месяцев жизни и период полового созревания 10-12 лет. В это время важно не перекармливать ребёнка, чтобы ограничить рост адипоцитов. Детское ожирение – это гиперпластический тип, когда увеличивается количество жировых клеток. А взрослое ожирение – это гипертрофическое, когда увеличивается сама клетка. После полового созревания количество жировых клеток у человека не изменится. Но это не значит, что он не будет полнить. Запасая жир, клетка может растягиваться до огромных размеров. Поэтому возможности накопления жира организмом практически не ограничены. Ожирение – это хроническое заболевание. Ещё ни один врач в мире не вылечил ни одно хроническое заболевание. Но его можно привести к ремиссии, то есть нормализовать вес. Человек будет стройный, как тростиночка, всю жизнь, если будет помнить, что у него есть это хроническое заболевание, и придерживаться определённых рекомендаций. Эпидемия ожирения захватила человечество в 20 веке, когда люди стали меньше двигаться и больше есть калорийной, рафинированной пищи. На первом месте по точности – США, где более 70% населения имеют лишний вес. Высокий ритм жизни и нервные перегрузки вызывали хронический стресс. Самым доступным источником удовольствия, который мог получить человек в таком состоянии, стала еда. Есть такая практически у каждого второго тучника встречающаяся реакция, которая называется на научном языке гиперфагическая реакция на стресс. Когда человек нервничает, волнуется, приходит домой расстроенный, униженный, оскорблённый. Самое простое, ну, принято было на Руси у мужчин – это запить свою обиду, у женщин – заесть. В конце 80-х годов прошлого века врачи убедились – для большинства тучных людей диета терапии не работает. Свидетельство этому – многочисленные срывы. В медицине появился термин «пищевая зависимость». Механизм её формирования полностью идентичен алкоголизму и наркомании. Только веществом, изменяющим сознание, становится еда. Пищевая зависимость – это болезнь, которая, к сожалению, достаточно распространена. Понервничал – заел. Заел – прибавился вес. Прибавился вес – понервничал. Понервничал – заел. И так идёт, вот, как круговорот воды вправить, так у них идёт такая схема. Причину пищевой зависимости следует искать в биохимии. Учёные обнаружили в мозге так называемый центр удовольствия, состоящий из пучка нейронов. Здесь осуществляется выброс дофамина – нейромедиатора, который даёт нам ощущение эйфории и удовольствия. Учёные доказали – жирная и высокоуглеводная еда способна увеличивать образование дофамина. Принял пищевой наркотик, усилился выброс вещества, ушли стресс и тревога. Получай кратковременный прилив удовольствия. Дальше – неизбежный спад в настроении. Чтобы подстегнуть выработку дофамина, человек неосознанно принимает пищу как наркотик, постепенно увеличивая дозы и теряя контроль. Если у человека имеется психологическая зависимость от еды, то, безусловно, никакая там самая правильная диета, терапия, никакая оптимальная физическая нагрузка не даст нужного результата. Проблемой избыточного веса сегодня занимается ряд специалистов. Это диетологи, эндокринологи, физиотерапевты, психиатры. Прежде всего, выявляется причина. Что вызвало бурный рост жировой клетки? Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Сейчас мы проведем вам исследование обмена веществ, которое определит минимальную калорийность, которая нужна вашему организму в состоянии в покое. Молодая пациентка жалуется на избыточный вес. Оценка состава тела показала, что у нее значительное увеличение жировой ткани в организме. С помощью дальнейших методов исследования врачи узнают, есть ли у нее проблемы с энергообменом. У пациентки измеряют количество кислорода при вдохе и углекислого газа при выдохе. На основании этих показателей высчитывается минимальная калорийность, которая необходима организму для поддержания жизни. А это исследование реакции обмена веществ на физическую нагрузку. Насколько быстро организм расходует энергию? По данным теста никаких грубых нарушений обмена веществ у вас нет. То есть организм на физическую нагрузку реагирует хорошо. Это значит, что во время активного движения будет активно происходить сжигание жиров. То есть тренировки помогут вам значительно снизить массу тела при соблюдении, естественно, правильного питания. Лишний вес пациентки – результат малоподвижного образа жизни и избыточной калорийности рациона. Справиться с ожирением ей поможет дробный режим питания, когда пища принимается небольшими порциями каждые 3-4 часа и тренировки несколько раз в неделю. При условии соблюдения этих простых рекомендаций пациентка будет успешно худеть. Так как сейчас нет нарушений обмена веществ, значит, вся проблема именно в ваших неправильных привычках. Чем моложе человек, тем проще им эти привычки изменить. Если вы этого не сделаете, то впоследствии ваши привычки будут приводить к большему увеличению массы тела, которые за собой повлекут другие сопутствующие заболевания, такие как гипертония и сахарный диабет. Исследуя проблему лишнего веса, ученые пришли к выводу. Победить жировую клетку сложно, особенно если лишний вес уже привел к нарушениям в обменных процессах. По данным исследований, атипоциты у толстяков в два раза агрессивнее включают в себя жир, нежели у людей с нормальным телосложением. Это значит, чем больше процент жира у человека, тем быстрее он набирает новые килограммы. Ожирение – это лишний жир. Это не лишний вес. Худеть надо за счет жира. А жир уходит медленно. Если человек быстро худеет, это значит, что уходит лишняя вода, и это хорошо. А потом быстро будут уходить мышцы. И это вредно, это плохо. Так, Акмаль, ну мы начинаем с тобой силовые тренировки. Работать будем в машине Смита. Приседаем тяжело. Начинаем, разминаемся и вперед. Физиологически человек устроен так, что быстрое похудение приводит к резкой потере мышечной массы. В итоге мышечная ткань исчезает, а вместе с ней замедляется и обмен веществ. Спортсмен Акмал Кадри знает, чем больше мускулатура, тем сильнее расходуется энергия. К примеру, для поддержания 10 килограммов мышц организм сжигает до 900 калорий в сутки. Отлично. Вперед. Отлично, Акмаль. Наши тренировки будут происходить достаточно жестко каждый день. Иногда будет две тренировки в день. Поэтому запасись энергией. Будем работать тяжело и надеяться на успех. Чтобы максимально сжечь жир в период сушки, силовые тренировки проходят по схеме больше упражнений, больше повторений, меньше отдыха. При этом отягощения, с которыми работает спортсмен, снижаются не более чем на 15% по сравнению с обычным периодом набора массы. Нормально, надо постараться. Сделаем. Есть. Силовая часть заканчивается интенсивной аэробной тренировкой, которая практически добивает жировую клетку. Если силовой тренинг расходует жир в течение дня, то аэробика здесь и сейчас. А на меня я вижу жир и вижу воду. Мне нужно, чтобы эта кожа очень-очень тонкая. Когда начинает позироваться, мышца будет каждый в локон. Ваша анатомия будет видно. Диета, которой придерживается спортсмен во время периода интенсивной сушки, называется безуглеводной. Количество потребляемых углеводов с пищей сокращается на 80%. Это значит, что и сил для тренировок значительно поубавится. Углеводы – главный источник энергии в организме. Они бывают простыми и сложными. Сложные долго перевариваются и практически не угрожают отложением жира. К ним можно отнести овсянку, цельный рис, бобовые, зерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы. Эти продукты нужно употреблять за полтора часа до тренировки, чтобы получить энергию для занятий. Пища должна быть не жареная, а отварная, тушеная, запеченная. То есть приготовленная специальным образом. Простые углеводы, попадая в организм, моментально превращаются в сахар и откладываются про запас в жировых депо организма. Это сдоба, торты, мороженое, шоколад. Особенно опасно для фигуры сочетание быстрых углеводов и жиров, которые в избытке содержатся в пище из разряда фастфуд. В период подготовки к соревнованиям еда на скорую руку категорически запрещена, а вот белок необходим в больших дозах. Протеин – строительный материал для мышц. Запасов белка у нас в организме нет. У нас есть запасы жира, мы с вами говорили, адипоциты, запасы углеводов, гликогена, нам хватит на 12-18 часов. А запасов белка нет. А белок – это основной пластический материал. Ферменты, гормоны, антитела, мышцы – это всё белковые природы вещества. И если белка в рационе будет мало, то что происходит? То будут мышцы поставлять белок. Больше мышц – меньше жира. Простая формула, которую могут взять себе на вооружение все, кто желает похудеть. Это касается и женщин, которые, как правило, избегают силовых тренировок из-за страха набрать мышечную массу. Но здесь врачи единодушны. Бояться не стоит. В женском организме не вырабатывается столько тестостерона – мужского гормона, который способствует росту мышц. К сожалению, человек не может сознательно или несознательно регулировать, куда будут откладываться жиры. Этот процесс во многом детерминирован генетически, то есть наследственными факторами определяется. И определяется в том числе и гормональными факторами. Тем не менее, регулировать количество жировой ткани человек сознательно может. Он в состоянии данной регуляции. Это может осуществляться только коррекцией питания. Жир распределяется в нашем организме неравномерно. Существует два типа ожирения – центральный и периферический. При центральном типе жир откладывается в брюшной полости, по типу яблока. Это самый опасный тип. Почти все неприятности со здоровьем, в том числе и диабет, связаны с яблочным типом ожирения. При периферическом жир скапливается больше в бёдрах и ягодицах, по типу груши. По типу груши или геноидный тип ожирения, он по-другому называется, более характерный для женщин. Это менее рисковый тип ожирения. То есть жировые клетки располагаются преимущественно в области бёдер, ягодиц. То есть это подкожный жир, это не внутренний жир. И, соответственно, он обладает меньшей метаболической эндокринной активностью. При центральном типе ожирения всегда страдают внутренние органы. В организме скапливается максимальное количество внутреннего, так называемого висцерального жира, который обладает высокой гормональной активностью. А это – прямая угроза сердечно-сосудистых заболеваний и тяжёлых нарушений пищеварительной системы. Висцеральные жировые клетки способны продуцировать эстрогены, женские половые гормоны, не только у женщин, но и у мужчин. Поэтому у мужчин с так называемыми пивными животиками, конечно, количество женских половых гормонов выше, чем среднестатистические показатели. В любом случае, эта избыточная продукция жировой ткани, она нарушает функцию нормальных органов. Сначала она начинает давить снаружи на них, что плохо, орган атрофируется, его функция нарушается. Но ещё хуже, когда она начинает проникать внутрь и размножаться внутри органов. Жирные кислоты циркулируют по сосудам, засоряя их и откладываясь на стенках. Кровь с трудом проникает ко всем клеткам организма. Так возникает гипертония. Холестериновые бляшки на сосудах провоцируют инсульты и инфаркты. Белые шарики жира постепенно замещают нормальные клетки внутренних органов, которые вынуждены работать на износ. Жир проникает даже в сердце, снабжая кровью увеличенной в объёмах органы и ткани, оно вынуждено работать с удвоенной силой. Появляются симптомы сердечной недостаточности, такие как отдышка. Сначала в состоянии физического напряжения, а потом и в состоянии покоя. Резервы сердца постепенно истощаются. В норме оно красно-коричневого цвета, а здесь оно жёлтого цвета. Почему? Потому что оно окутано жиром. Жировая ткань начинает замещать мышечную ткань, и видно, что это сердце дрябло, и вы посмотрите, оно даже, видно, внешний вид, оно как тряпочка. И это всё ведёт к тому, что возникает сердечная недостаточность. Такие больные могут внезапно умирать. Однако резкое похудение не менее опасно для здоровья, как и само ожирение. Потери более 4 килограммов в месяц может привести к опущению внутренних органов, сердечной аритмии и желудочно-кишечным заболеваниям. Врачи настаивают на принципе постепенности. Не надо стремиться к развитию эффекта молниеносного. Это самая пагубная практика, потому что это всегда приводит к неправильному снижению веса и в итоге к его повторному набору. Раньше считалось, что избавляясь от жира, мы теряем жировые клетки навсегда. Но наука доказала – количество их неизменно. В освобождении жира из клеток сложная химическая реакция. Называется липолиз. В клетках жир хранится в специальных веществах – триглицеридах. Под воздействием двух стрессовых гормонов – адреналина и норадреналина – происходит расщепление триглицеридов на глицерин и жирные кислоты. Полученные вещества начинают свое путешествие по кровотоку, пока не будут утилизированы организмом. Невозможно заставить кровь омывать, к примеру, только брюшную область. А значит, расщепление жира в каком-то одном приоритетном месте физиологически невозможно. Но современная хирургия научилась решать эту проблему кардинальным образом. Удаление локальных жировых отложений – сегодня самая распространенная эстетическая операция во всех развитых странах мира. Липосакция направлена на разрушение жировой клетки, то есть ее удаление. Клетка разрушается механически с помощью вот таких механических конюлей. Естественно, пациент находится под наркозом. Разрушать надо в определенном слое. Лучше всего в глубоком, чтобы не было неровных поверхностей. И обязательно в перекрещивающемся направлении. На теле практически каждого человека существуют так называемые жировые ловушки. Наполняющая их жировая ткань имеет особый обмен веществ и расходуется организмом в самую последнюю очередь. Либо не расходуется вообще. Это область галифе на внешней и внутренней поверхности бедра. Нижняя часть пресса. Ноги на уровне коленных суставов. Область подбородка. Во всех этих случаях хирургическая липосакция способна сгладить локальные скопления жировой ткани и тем самым улучшить силуэт. Если мы удалили жир, допустим, с нарушенной поверхности бедра или с ягодичной области, человек может поправляться. Но он уже будет поправляться согласно созданным контурам. То есть они будут ровные, уже не будет вот этой вот жировой ловушки. Он будет равномерно поправляться за счет роста оставшихся клеток, увеличения их в объеме. Последние исследования показали, если после успешного похудения и коррекции фигуры человек вернется к старым привычкам, удаленный жир возвратится, но в другое место. На теле появятся новые жировые ловушки. Поддержание нормального веса – процесс длиною в жизнь. Две недели тяжелой борьбы с жировой клеткой для бодибилдера Акмала Кадри закончились успехом. Спортсмен готов к соревнованиям. Процент жира в его организме с 22-х упал до 8-ми. Это минус 7 килограммов на весах. Но вес упал не за счет мышечной массы и воды, а за счет подкожно-жировой клетчатки. Можем? Да, мальчик, проходи. Отлично, хорошо. Встань в руку, пожалуйста. Супер. Жира практически нет вообще. Давай померяем живот. Отлично. Ну что ж, по всем трех показателям, отличный результат, снижение процента жира. Не зря ты старался две недели. Ты веришь. Уверен в этом. Ты сейчас в хорошей соревнованной форме. Молодец, результат отличный. Спасибо. Лекарства от избыточного роста жировой клетки наука еще не придумала. В результате похудения клетки лишь съеживаются, чтобы потом, когда еды становится вдоволь, вновь наполниться жиром. Удержать результат можно только при одном условии. Если здоровое питание и двигательная активность станут образом жизни современного человека. Лекарства от избыточного роста от избыточного роста от избыточного роста от избыточного роста. Продолжение следует. Продолжение следует...